Лишитесь ли вы машины, если на нее наложен арест? Пошаговая инструкция действий для покупателя. Чаще всего под арестом многие автомобилисты подразумевают запрет на совершение регистрационных действий. Ограничение регистрационных действий некоторые называют арестом права распоряжения собственностью. Оба понятия означают одно и то же наложение ограничительных, а иногда и запретных санкций на осуществление права собственности в отношении авто. То есть собственник не сможет проводить регистрационные операции с машиной, включая даже техосмотр. Арестные санкции налагаются, как правило, через судебное постановление и уведомление о нем ГИБДД. Однако запрет на регистрационные действия может быть инициирован и без суда. При повреждении маркировочных шильдиков ТС, ГИБДД действует самостоятельно, отдел розыска. При исполнении судебного решения исполнителями, не во всех случаях. При рейдах по выявлению злостных неплательщиков штрафов, когда ГИБДД и Федеральная служба судебных приставов действуют сообща. Как узнать, находится ли автомобиль в аресте? Перед покупкой машины ее необходимо проверить на наличие обременений. Делается это онлайн, при помощи открытых баз данных нескольких инстанций. Вот они. Портал ГАЗ-автоинспекция, раздел проверка наличия ограничений. Портал Федеральной службы судебных приставов, раздел Банк данных исполнительных производств. Портал Федеральной нотариальной палаты, раздел проверка залога движимого имущества. К сожалению, узнать находится ли автомобиль под арестом со 100% вероятностью нельзя. В некоторых случаях это не может сделать даже хозяин. Дело в том, что постановления суда и данные исполнительной службы не сразу попадают в открытые базы сети, обычно через 15 дней, а данные по залогам в базы нотариальной палаты предоставляют не все банки и кредитные организации. Сами же обременения на ТС могут возникать неожиданным образом. Например, первый хозяин разводится, и его супруга решила оспорить сделку. При этом автомобиль успел сменить трех владельцев. В результате о судебном процессе не знает ни одна сторона последней сделки. По базам все в порядке, но спустя несколько дней в ГИБДД проявляется арест на машину. А вы ее только купили, и совсем не ожидали подвоха. Давайте-ка я сразу дам несколько советов, которые минимизируют риск приобретения автомобиля, обремененного арестными санкциями. Итак, вот эти рекомендации. Обязательная и полная проверка на юридическую чистоту. Не делайте исключений ни для каких вариантов. Большинство автомобилистов, купивших машину с арестом, соблазнились ее привлекательной ценой, и потеряли осторожность. Максимальная полноценность проведения сделки. В ДКП обязан быть пункт, утверждающий отсутствие обременений ТС. Договор должен сопровождаться актом приема-передачи и финансовой распиской. Все документы обеспечиваются достаточным количеством копий. Поля для подписей сторон заполняются везде. Подписи должны быть настоящими, соответствовать образцу в гражданском паспорте, и проставлены на всех копиях документов, включая паспорт транспортного средства ПТС. Не соглашайтесь на сомнительные схемы продажи, если есть возможность этого избежать. По генеральной доверенности, через перекупщиков, не имеющих контактов прежнего хозяина, и тому подобное. Не идите на занижение стоимости ТС в документации по сделке, в случае суда вам выплатят то, что указано в ДКП. Актуальные контакты хозяина машины обязательно сохраняйте. Личное присутствие хозяина в ГИБДД при перерегистрации ТС – наиболее оптимальный вариант сделки. Если у авто имеются обременения и вы об этом знаете, то условия сделки, касательно их, должны быть подробно расписаны в ДКП отдельными пунктами. Итак, если вы уже купили проблемное авто, то у вас есть три варианта решения этой проблемы. Вот они. Снятием ареста занимается бывший собственник. С машины снимается арест по судебному иску нового собственника. Договор купли-продажи расторгается. Все это может применяться в последовательном режиме, один вариант за другим. Сейчас я приведу вам алгоритм действий, которого следует придерживаться. Шаг 1. Получение информации. Если в ГИБДД выяснилось, что купленный вами автомобиль под арестными санкциями, то на месте нужно узнать максимум доступной информации. Не следует думать, что если вы ни при чем, то это чужая проблема. Она в любом случае имеет к вам отношение в той или иной степени, так как вы уже собственник проблемной машины. В ГИБДД нужно выяснить вот что. Какая инстанция наложила санкции. На какую сумму. Как давно они применены. Контактные данные инстанции, применившей санкции. Все это желательно получить в письменном виде. Если что, то подробности можно узнать через полученные контакты, разъяснив суть дела. Шаг 2. Контакт с бывшим собственником. Первый практический шаг – это контакт с продавцом в частном порядке. Ведь не все автомобилисты имеют мошеннический умысел, и узнав от вас об обнаружившихся АЭС, честный человек постарается их снять сам. Если же покупатель не желает помогать, то культурно, но со всей убедительностью объясните ему, что наймете юристов и подадите в суд, который не только расторгнет ДКП, но и удовлетворит требования по компенсациям и издержкам на очень значительную сумму. То есть ваша задача убедить продавца в том, что отказ от решения проблемы обернется серьезными убытками и большими хлопотами, нежели те усилия, которые понадобятся для помощи в деле. Однако будьте настороже. Если вам сознательно продали проблемное ТЭС, то бывший хозяин может разыграть представление, совсем соглашаясь кай за невнимательность и обещая все исправить. На словах, а на деле он ничего не станет предпринимать, с целью оттянуть судебное разбирательство. Поэтому поступайте вот как. Не соглашайтесь на большой срок ожидания. Проверяйте в инстанциях, наложивших санкции, активность продавца, пытался ли он что-то решить. Записывайте переговоры с продавцом при помощи электронных гаджетов. Это поможет в суде доказать злой умысел, если он будет. Если вы видите, что никаких подвижек в деле не происходит, то переходите к следующему шагу. Шаг 3. Попытка исключения авто из арестных санкций. Данный шаг позволяет покупателю самостоятельно снять арестные санкции, по постановлению мирового суда. В зависимости от того, кем был наложен арест, это осуществляется разными способами. Если на авто наложен арест по инициативе банков. Способ этот сработает не во всех случаях, и чтобы увеличить шансы на успех, советую нанять юриста или судебного представителя, так как решение по подобным делам можно с равным успехом повернуть в обе стороны. Никаких досудебных претензий тут не требуется. Ваш представитель просто подает в суд заявление о снятии арестных санкций с вашего имущества. Основанием здесь обычно служит статья 352 ГК РФ, которая дает шансы покупателю отстоять право собственности. Успех возможен, если состоявшаяся сделка признается судом, как добросовестное приобретение лицом, которое не знало и не могло знать об имеющихся обременениях ТС на момент его продажи. Но имейте в виду, что доказательства вышеуказанного факта суды возлагают на покупателя. А сделать это простому человеку сложно, юрист здесь просто необходим. Также имейте в виду, что критическим фактором тут выступает момент наложения санкций. Если они вступили в силу после даты заключения ДКП, то прогноз положительного постановления благоприятный. Если арест наложен до момента совершения сделки, а тем более давно, то выиграть дело сложно. Однако тут можно схитрить, попросить продавца переписать ДКП задним числом, чтобы сделка документально прошла до ареста. Если арест является обеспечительной мерой судебного производства. Если ТС стала предметом каких-то имущественных споров, то суд вправе наложить временные санкции до вынесения решения, чтобы авто никуда не делось в процессе. Подобный арест производится по специальному постановлению, которое можно обжаловать и отменить. Но тут нужно действовать в зависимости от вашего статуса в деле. Если вы не имеете никакого отношения к имущественному спору, из-за которого был инициирован арест ТС, то обеспечительный арест можно снять посредством статьи 442.2 ГБК РФ «Защита прав иных лиц при вынесении судебного решения». Такое дело должно рассматриваться отдельным производством с участием должника, взыскателя и нового собственника ТС. Если же вы являетесь участником судебного спора, то отмена возможна по статье 144 ГБК РФ «Отмена обеспечения иска». В этом случае вопрос рассматривается в рамках основного производства. Тут я также советую привлекать юриста, частных нюансов может быть очень много, и правильно разобраться с ними может только специалист. Шаг 4. Расторжение ДКП Если предыдущие усилия ни к чему не привели, и арест оставлен в силе, то нужно начинать расторжение ДКП. Если сделка была оформлена как положено, и в договоре прописан пункт об отсутствии обременений ТС, то суд обычно выносит положительное решение. Расторжение договора в этом случае предусмотрено статьей 450 пункт 2 ГК РФ «Договор может быть расторгнут при наличии существенных нарушений договора со стороны продавца». Таким образом, такие причины, как я передумал или мне разонравился автомобиль являются недостаточно весомыми с точки зрения законодательства. Ведь арестные санкции – это серьезное препятствие для нового собственника, не позволяющее ему осуществить свое право на полноценное использование приобретенной машины. Основанием тут еще может служить статья 460 ГК РФ, ее пункт 1 гласит, что продавец по умолчанию обязан предоставить покупателю товар, на который не претендуют третьи лица, и физически, и юридически, включая государственные инстанции. Это означает, что если в ДКП особо не указано иное, то любая купля-продажа считается заявленной продавцом как свободная от обременений. Это касается даже случаев, когда в ДКП нет особого пункта на данный счет. Пункт 2 этой статьи уточняет, что покупатель вправе требовать расторжения договора, даже если он заранее знал об имеющихся обременениях, но они не были отражены в ДКП. Что ж, на сегодня это все, всем удачи, и обязательно проверяйте тачки перед покупкой. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok